Секундочку, Лариса, представлю. Лариса Пашатская, которая занимается комплексным маркетинговым обслуживанием компаний и построением систем управления клиентским трафиком и, в частности, внедрением и сопровождением софта UDS, расскажет и покажет кейс компании «Белорусский фермер» в городе Саратов. О цифрах говорить не буду, о них сейчас расскажет сама Лариса. Отлично, спасибо большое, всех приветствую. Кратко о себе. Я предприниматель с 2002 года, в различных направлениях была, и мое последнее направление, 7 лет я занималась, это, похоже на предыдущий кейс, у меня была компания «Свое хозяйство». Она включала в себя и сельское хозяйство, у нас своя ферма, на ней я, собственно, сейчас и нахожусь. У нас были два производственных цеха, был онлайн и офлайн магазин. И так же, как Женя рассказывала, я искала подобный инструмент на UDS, хотела его создать сама, к счастью, это выходило очень дорого, я нашла готовый. Но я настолько влюбилась в этот инструмент, что сейчас в Саратове более 200 компаний, мы продолжаем развивать. За три года мы достигли очень хороших успехов, и действительно, я полностью ушла в это направление, поскольку вижу в нем огромный потенциал для компаний, особенно для тех собственников, которые как-то не совсем вписались в цифровую реальность. И, имея прекрасные бизнесы, они настолько хорошо их продвигают и получают с них эффект. Сегодня я выступаю с кейсом сети магазинов «Белорусский фермер». Мы внедряли им UDS с ноября, работаем с ними. Очень интересный кейс. На самом деле, кейсов много. Мы работаем в рознице из общественного питания, есть очень солидные рестораны, интересные. Но мне понравилось здесь то, что это была достаточно сложная задача, поскольку клиенты – это 42+, и выше, а персонал – это 60+, женщины, которые работали раньше на рынках. И сам собственник не очень хорошо себе представлял, что такое UDS и просто вдохновился моей трехлетней историей, моим опытом использования. Для него сам розничный бизнес был достаточно новым направлением. Итак, первичные данные о компании. Это четыре магазина-павильона в помещениях крытых рынков. То есть это не отдельно стоящие магазины, не магазины торговых центров. Это помещения в крытых рынках. При этом два магазина были открыты на момент начала внедрения, и два магазина присоединились к нам позже. Период работы платформы на ноябре 2020 года. Сама сеть существует с июля 2020 года. Первый магазин был открыт. То есть это очень новая компания. И оборот 14300 чеков в месяц проходит сейчас по четырем магазинам. Средний возраст персонала 60 лет, клиентов 42 года. Итак, что же мы достигли? Всегда интересно посмотреть, да, было-стало. То есть понятное дело, что клиентской базы никакой у компании не было, системы лояльности у компании не было, никакого взаимодействия с клиентами, кроме общения продавцов в физических точках, тоже не было. На сегодня у нас 5026 человек, клиентская база. 37% операций проходит через UDS, а в некоторых магазинах этот показатель достигает 75%. Это по продуктовой рознице очень хороший показатель, учитывая короткую точку контакта с клиентом и достаточно высокую проходимость точки. 1000 человек, ежемесячный прирост клиентской базы. Тоже это замечательный показатель, и в этом показателе всегда есть резерв. То есть это 1000 человек, не только тех, кто пришли, но и тех, кто может прийти, если мы будем грамотно с ними работать. Сама платформа UDS как источник трафика в данном случае хорошо сработала. Но это, наверное, неудивительно, потому что за более чем три года плотной работы с UDS на саратовском рынке, на сегодняшний день пользователей UDS более 300 тысяч человек по оценкам. Каждая новая компания, присоединяясь к UDS, закачивает свою клиентскую базу, и мы видим, что порядка 20% их клиентской базы являются уже пользователями UDS. В данном случае закачивать было нечего, потому что компания была совершенно новая. И здесь, как я уже сказала, UDS сам послужил неплохим источником трафика. То есть к нам присоединилось за 4 месяца работы 535 человек. Из них 303 совершили покупку на 312 тысяч рублей. Повторюсь, это за 4 месяца. Это очень хорошие показатели, учитывая, что мы на старте начинали с двух небольших магазинчиков. Два из них. Один присоединился в декабре, а другой присоединился в начале февраля. Затраты на бонусную систему. Вот очень многие предприниматели, и я точно так же, когда внедряла UDS в свой розничный бизнес, у нас особенно продуктовый, где маржинальность невысокая, спрашивают, а во что мне это обойдется. Вообще в продуктовом ритейле у нас есть клиент 40 магазинов, продуктовая сеть, у них 0,5% базовый кэшбэк. И точно такой же кэшбэк в магните, в пятерочке, в перекрестке. То есть вот выше 0,5% относительно крупная компания продуктовая давать действительно не может. Мы здесь поставили достаточно щедрый кэшбэк, это 1%. Приветственные бонусы 50 рублей поставили, ровно как в пятерочке. Поставили подарок на день рождения, благодарность за рекомендации, плюс мы ежемесячно проводим акции по увеличению среднего чека через подарочные сертификаты. Смысл акции довольно простой. Купи на сумму от 600 рублей у нас средний чек составляет порядка 400 рублей, ты получишь еще подарочный сертификат сроком действия 7-10 дней на 50 или 70 рублей. Вот так мы это делаем тоже в зависимости от сезона. И это очень хорошо повышает средний чек, мы это видим в цифрах. Так вот, все затраты на вот эти сертификаты, на вот эту бонусную систему составляют всего 2% от оборота. При том, что для клиента это достаточно щедрая система, особенно в сравнении с другими продуктовыми компаниями. Что нам сделал UDS? На самом деле, вот в своей презентации я, конечно, не могу в силу нехватки времени, ограниченности, показать абсолютно все результаты, что мы достигли. Я остановлюсь вот только на самых, наверное, ну понятных, может быть так. Вот средний чек, он на 30% выше у пользователей UDS, чем у тех, кто не пользуется UDS. У нас UDS интегрирован, естественно, с 1С, учетной кассовой системой, и мы эти показатели отслеживаем еженедельно. И они держатся вот с момента, когда UDS относительно уже стабильно заработал где-то с конца ноября. Эти показатели по среднему чеку неизменные. По сети это на 30%. По отдельным магазинам показатель доходит до 50%. Опять повторюсь, собственник, когда принимал решение внедрить UDS, он толком не понимал, что же он получит. И первый месяц, наверное, особенно пока мы интегрировали все это с 1С, пока мы там баги отлавливали, пока его персонал учился работать в Zoom, проводить планерки, и очень возмущался по поводу приложений различных, возраста и всего остального, собственник не понимал, что же ему это даст. И когда в декабре мы стали показывать вот эти результаты, это, наверное, было основным таким щелчком, после которого сам собственник включился и первое время присутствовал даже на собраниях, помогая нам собирать внимание нашего сложного персонала. 37% проходит операции через UDS, и мы можем посчитать профит. Вообще первоначальная цифра была 500 тысяч рублей, просто это настолько мощная цифра, я ее перепроверяла несколько раз с нашими аналитиками, она верная. Но решили вот все-таки там поставить 300, потому что это как бы минимальный профит, который есть, потому что все равно очень четко эту статистику невозможно получить. Но это очень хорошая, опять-таки, сумма для четырех небольших павильончиков. Давайте посмотрим на возвращаемость. Я всегда говорю предпринимателям, ко мне достаточно много предпринимателей обращаются, и с основной задачей дай нам новых клиентов, чем вам старые не понравились. Вот посмотрите на эти цифры. Это опять повторюсь за 4 месяца, то есть 8% клиентов нам дают, 37% оборотом. Немного отвлекусь по компании «Свое хозяйство», которая работает четвертый год с UDS очень плотно. Я специально делала в начале марта статистику, подбивала 10% клиентов, дали 85% оборота. Представляете, вот такие, это даже не 80 на 20. 10% клиентов за три года в кассу принесли 85% оборота. Это к вопросу о том, что старые ко мне и так ходят, и, в общем-то, работать с ними не нужно, дайте мне новых. Нет, это не так. Обратная связь. Это, конечно, один из ключевых факторов лояльности клиентов и привязки к конкретной компании. Люди, несмотря на то, что у нас возрастной контингент, люди очень активно оставляют обратную связь и пятерки оставляют, а это очень важно, потому что, когда человек совершил покупку и тут же поставил пятерку, еще написал вот такой отзыв, то он сам для себя подтверждает, что да, это классная компания, я приду сюда снова. Поэтому пятерки получать не менее важно, чем единицы. Я специально привела пример двух плохих, хороший и плохой отзыв вот с этим клиентом. Мы долго разбирались с его весами и так далее, и собственник тоже это видел, был вовлечен. И плохие отзывы – это всегда два основных фактора. Во-первых, возврата клиента в компанию, удержание его, а во-вторых, зона роста для самой компании. Ни один собственник никогда в жизни не знает, что делается полностью в его компании, когда его там нет. Когда я у себя внедрила UDS, я много нового узнала о своих продавцах и своем магазине. Секреты успеха работы с платформой. Вот номер один – работа с персоналом, номер два – работа с персоналом, и номер три – тоже работа с персоналом. Но мы много говорим про работу с персоналом, а как же на самом деле с ними работать? Мы работаем с крупными компаниями, у нас сетевые магазины. Вот самый крупный наш клиент – это 40 магазинов, а так 7, 4, 7, 10. И там даже персонал не соберешь в одном месте. То есть это только онлайн общение, и зачастую это воздействие через руководство магазина, даже не с продавцами. И вот в чем мы постоянно совершенствуемся, так это в способах работы с персоналом. Те вот вещи, которые я здесь написала, это, наверное, основные. На самом деле мы постоянно придумываем новые игровые механики, придумываем способы, как вовлечь персонал, как ему напомнить, и максимально избегаем наказания. Итак, чтобы я посоветовала, вот такой лист работы с персоналом любому внедренцу, да и, в общем-то, любому собственнику компании. Ежедневный контроль работы с персоналом через чаты. Моментальная реакция команды внедренцев на возражение персонал. Ну, у меня внедрение ведет 5-6 человек. Функции по внедрению четко распределены, и возражения отрабатываются тоже моментально. И это очень важно, чтобы вот этот ком возражений не пошел в чате среди сотрудников. Непрерывная оперативная обратная связь со всеми магазинами. Если что-то пошло не так, если какой-то баг, интернет там глюкнул, мы должны немедленно включиться и тоже разобраться в этой ситуации. Вот мы на внедрении, эта работа поставлена четко, и мы всегда на связи. Еженедельные онлайн-планерки всем составам продавцов. Мы переходили на ежемесячные, эффективность сразу падает. И различные соревнования, игровые механики, материальные и нематериальные мотивации. Нематериальная мотивация имеет колоссальное значение. Не меньшее, чем материальное. Поехали дальше. Итак, результат номер один. Что мы получили? Вот это скрин из чата нашего с персоналом. Уже на третий месяц внедрения. Вот такие результаты. Что мы получили во вторую очередь? Довольный клиент заключил договор на постоянное сопровождение UDS. Мы с ним работаем уже на постоянной основе, бессрочной. Рекомендует UDS. Сейчас, пожалуйста, можно подписаться на наш инстаграм. И в конце будет ссылочка на наш инстаграм. И посмотреть это видео. И поделиться со своими потенциальными клиентами. Видео очень подробное и хорошее. Итак, довольного клиента творили. Наша компания Big Integrator. В составе директора Ларисы Пашатской, куратора проекта Александра Зиновьева, оператора, копирайтера, аналитика и тренеров по персоналу. Всех перечислять буду. И хочешь довольных клиентов, запоминай контакты. На самом деле рекомендую всем подписаться на наш инстаграм. Веду я его сама. Ведем мы его профессионально. И очень много полезной информации, в том числе чек-листов, как для партнеров, так и для клиентов потенциальных и реальных. Я уложилась в 15 минут. Спасибо большое за внимание. Жду вопросов. Лариса, огромное спасибо.